здравствуйте друзья с вами евгения 2 сайт mag expert.org пока я болею не могу снимать видео с раскладами я снимаю видео с анализом карт бандзы разумеется это тот тип видеоматериала который не будет интересен широкой публике разумеется это больше обучающие видео поэтому если вам не интересно вы ничего в этом не понимаете не хотите разбираться просто пропустите эти видео когда я восстановлюсь дождитесь будут вам онлайн гадания может быть еще будут гороскопы я надеюсь что это будет скоро но ничего не могу вам обещать поскольку это ну не совсем зависит от моего желания просто хочу вам пояснить так как в комментариях оказалось есть люди которые ну не понимают что бывают такие состояния здоровья у людей когда ну вот в данном случае у меня я могу только лежать и ходить я не могу сидеть и долго стоять на одном месте это связано с моим заболеванием у меня болят кости и как вы понимаете лежа записывать вам гороскопы и онлайн гадание у меня при всем желании не получится на ходу тоже это невозможно сделать поэтому вот имеем что имеем как говорится и тому рады так вот сегодня мы будем рассматривать карту рождения певицы ягода малина помните песенка была такая в моем детстве она была очень популярна припоминаю такую исполнительница некая валентина легкоступова и вот недавно прогремела на всю страну даже не на одну страну я так понимаю новость о том что певицы не стала да вот певица умерла из-за травмы головы в этом подозревается и иного испеченный супруг который уже теперь вдовец мы кстати его карту тоже посмотрим вы прифигеете от того как работают карты бадзы и вот всем обязательно бадзы надо знать вот просто всем чтобы вот так вот по жизни не косячить и не выходить замуж за того за кого нельзя категорически но так вот тоже хочу некоторым людям которые пишут комментарии сказать что мне тоже до этих знаменитостей вообще нет никакого дела это просто учебный материал просто на знаменитостях я демонстрирую не могу вам карты своих клиентов показывать но это не этично а публичных людей у которых вся информация публично опубликована там википедиях и других открытых источниках мы можем посмотреть кто нам запретить вот поэтому на их примерах на их датах рождения я вам объясняю как работают карты бадзы как работает китайская астрология и в большей степени я даже просто для себя это делаю чтобы фиксировать свои исследования да вот свои практические наработки я их просто фиксирую потому что так вот да я смотрю карты но я их потом забываю а так у меня вот пожалуйста зафиксировано все все записано все чики-пуки вот такое небольшое вступление теперь давайте смотреть карту анализировать подробно мы сегодня карту этой женщины не будем хотя почему нет давайте все таки пару слов по ее карте я скажу значит господин дня янская земля то есть гора камень который если хорошо не пнуть он будет стоять на одном месте как скала не сдвинешь то есть это люди довольно упрямые стабильные постоянные со своей какой-то системой убеждения если что-то выходит за рамки этой системы убеждения ух ну в общем они могут применять разные методы как устранить эти непонятки ну ладно не будем вдаваться в подробности по господину дня просто будем галочку себе ставить что это господин дня янская земля сидит на лошади лошадь это у нас конфликт но при этом у господина дня самая высокая фаза императорский светильник то есть это уже указание на то что человек может какой-то момент засветиться да то есть стать очень известным популярным заметным также здесь такая символическая звезда присутствует как командное влияние то есть инфлюенсор да то есть человек который в какое-то время на каком-то этапе своей жизни мог получить большую известность и популярность овечий нож овечий нож хорош для людей которые ну вот в актерском искусстве заняты или вот артисты да потому что овечий нож это волк в овечьей шкуре то есть этот человек который может играть роли то есть показывать себя не таким какой он есть на самом деле но овечий нож правда дает и травмы и операции все-таки нож как ни крути одинокий феникс явно этой женщине в личной жизни не везло вот с браками у нее могли быть проблемы хотя считается что вот эта звезда она больше влияет на мужские карты нежели на женский но тем не менее в женских картах одинокий феникс он тоже делает свое дело поверьте но при этом цветок персика а женщина для брака перспективная то есть привлекательная и вот тут смотрите на ней женятся но она в браке не получает счастье потому что она не то на которой женятся понимаете женятся то на ягоде малине а она всего лишь валентина легкоступова вот и все то есть женятся на популярной певице на артистке а не на женщине на человеке на личности ну я надеюсь вы понимаете что я имею ввиду рядышком в столпе месяца у нее стоит братство точно такой же как ее господин дня янский элемент земли а это братство с одной стороны дает опять же популярность и поддержку людей а с другой стороны это конкуренция и такая женщина рано или поздно столкнется с изменами при этом сидит вот этот элемент братства на крысе то что крыса в пустоте то такое но то что крыса сталкивается с лошадью это для нас очень важно потому что это разрушение брака это разводы это разводы значит здесь у нас такие символические звезды как исходное созвездие но это склонность к депрессивным настроением но исходное созвездие это то что умножает людей иногда на ноль да вот была такая известная популярная там вся страна пела ягоду малину а потом о человеке все забыли ну и благородный человек здесь есть так дальше год смотрим столб года здесь индское дерево правильная власть муж на первом месте то есть этой женщине очень важно быть замужем но надо будет смириться такой женщине что ей будут изменять что у нее будут конкурентки и сидит это правильная власть у нас на змее с такими символическими звездами как вознаграждение 10 небесных стволов с одной стороны это хорошая звезда процветания дающая человеку богатство деньги а с другой стороны это звезда воздаяния которая если человек заслужил наказание то получит его по полной программе демон уничтожения также стоит в этом столпе да вот с правильной властью демон уничтожения муж который может тебя на ноль умножить круто небесная благодать и звезда банкротства ой с мужем звезда банкротства слушайте вот я иногда знаете о чем думаю вот человек один раз замуж вышел развод второй раз замуж вышел снова развод может надо было бы остановиться и понять что как бы ну наверное не надо замуж выходить судьба как бы намекает что вот ну не ходи сюда с них башка попадет совсем мертвый будешь зачем тебе это судьба человека спасает уводит да бог отводит как говорится нет женщина снова туда лезет ну ладно смотрим такт удачи такт удачи в котором она вышла замуж и в котором в общем-то жизни лишилась вуаля начался в 2018 году это такт удачи 7 убийцы друзья мои девочки еще раз повторяюсь но не ходите вы замуж на седьмом убийце пускай этот мужчина будет вашим любовником кто же вам запрещать сейчас такое общество да ради бога никто на воскоса не посмотрит и злого слова о вас не скажет живете себе и живете кому до вас вообще какое дело но не ходите вы на седьмом убийце замуж пожалуйста но не надо этого дела 7 убийца это плохой муж плохой это может быть классный любовник но муж отвратительный так ну плюс 7 убийца никто же не отменяет еще это значение что это может быть реально убийца понимаете в чем дело на таких тактах удачи люди часто прощаются с жизнью поверьте мне я уже столько карт пересмотрела пропавших без вести людей жертв маньяков поверьте мне вот на седьмом убийце очень часто прощаются люди с жизнью поэтому будьте весьма аккуратны если вы в таком такте находитесь не косячите не делайте глупостей не связывайтесь с какими-то стрёмными мужиками даже если вам эти мужики кажутся очень привлекательными они только кажутся таковыми на самом деле они такими не являются вот значит дерево это 7 убийца янское дерево у нас на лошади лошадь у нас также стоит у валентины во дворце брака и здоровья лошади в состоянии самонаказания находятся то седьмой убийца самое наказание еще сама лошадь это конфликт конфликты в браке конфликт с седьмым убийцей то есть любовником или с мужем понимаете да как нам карта бадзы все рассказывает буквально как по нотам расписывает так ну давайте смотреть что у нас здесь а у нас здесь фаза у столпа дня у столпа такта смерть 7 убийца фаза смерть и вот это дерево в огне до дерево сгорает а тут обратите внимание на то что дерево дерево ян это голова это голова то есть если мы берем тему здоровья то дерево ян отвечает за голову олицетворяет голову дальше будет интереснее поверьте мне так ну давайте посмотрим что у нас тут за символические звезды а здесь командное влияние овечий нож седьмой убийца с овечьим ножом прям детектив разворачивается и цветок персика то есть девушка выходит замуж на седьмом убийце с овечьим ножом как вы думаете это хорошо закончится в лучшем случае разводом а в худшем ну вот худший вариант пожалуйста на лицо точнее на голову рядом стоит у нас столб отвечающий за текущий год это как вы знаете год янского металла на крысе янский металл но тут дух наслаждения дух наслаждения понятно да что люди кайфовали наслаждались жизнью принимали алкоголь наркотики мало ли что еще здесь янский металл самый важный поскольку всегда когда видите янский металл не важно дух наслаждения это прямое богатство что-то другое имеет значение точнее имеет значение но в данном случае вот в любом случае в данном случае в любом случае ну короче вы поняли янский металл это всегда проблемы в первую очередь это проблемы с психикой либо у самого человека чью карту мы рассматриваем либо у кого-то в его окружении вот пришел седьмой убийца устроил проблемы с психикой в этом году и вот пожалуйста янский металл рубит голову как символично правда янский металл это топор янское дерево это голова это травма головы в буквально смысле то есть вы вы видите это как базы работает офигеть просто у меня вот сколько я уже карт пересмотрела не перестаю удивляться как это работает это что-то с чем-то так но мало того что здесь янский металл рубит янское дерево здесь же у нас еще и крыса которая сталкивается опять же с лошадью у нас получается двойное здесь столкновение лошадь с крысой и в карте и в такте и в году и ко всему прочему самонаказание да по лошадью что самое интересное вот этот вот гэнзы или янский металл на крысе это ведь тоже фаза смерть то есть смертельная травма головы под кайфом и не только под кайфом а еще с психическими расстройствами да вот в каком-то таком немножко невменяемом состоянии здесь же у нас стоят исходное созвездие кто-то кого-то на ноль помножил да и благородный человек вот то что седьмой убийца благородный человек могут с овечьим ножом устроить вам похороны это стопудово уже ну понятное дело что если вы там своей карте такое увидели вы так знаете не делайте скоропостижные выводы но кто предупрежден тот вооруженный вы сможете каких-то стремных ситуаций в жизни избежать и не накосячить так что это будет фатально для вас то есть мы же для этого изучаем чтобы избегать каких-то опасных моментов да и поворотов судьбы ну согласитесь едет слепой водитель и едет зрячий но есть разница ну конечно же есть один попадет в аварию а другой нет и там яму объедет препятствие объедет все нормально у него будет так вот для этого я вам и предлагаю изучать китайскую астрологию чтобы избегать вот этих вот моментов то есть если бы женщина знала о я в такте седьмого убийцы замуж выходить мне не надо можно так потусить с кем-нибудь да повеселиться а вот когда придет вот этот гензи может лучше дома посидеть и ни с кем в это время как бы не общаться там самоизолироваться и вообще там я не знаю на дачку куда-нибудь уехать и смотреть чтоб кирпич на голову не упал ну вот как то так понимаете но человек уже будет осторожничать вы знаете да что выживают только тревожные люди они те у которых все будет хорошо все будет хорошо то есть беспечные не выживают выживают именно тревожные люди которые вот знаете так так план а план b план c ну вы поняли так исходное созвездие благородный человек это я сказала давайте посмотрим август женщина умерла именно в этом месяце даже одного месяца они вместе после свадьбы не прожили еще до или там месяц и несколько дней вот эта скорость вдовства у мужчины сейчас мы откроем его карту вы вообще вот так вот челюсти уроните на пол значит смотрите месяц седьмой убийца тоже вот это голова янское дерево на обезьяне обезьяны такая вот знаете тоже ассоциация но это тот же самый янский металл это тот же самый ген только здесь он подрубает ноги подкашиваются ноги человек без ног остается ну может быть не в прямом смысле в переносном да то есть травма головы ноги подкосились все человек упал человека нет человека не стало так почтовая лошадь звезда академика демон уничтожения понятное дело и благородный человек ну вот благородный человек то что он может похороны устроить это я вам уже неоднократно говорила так 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 что еще у нас тут она пустой год у нее этот значит год крысы это пустота ну и все пожалуй больше ничего про ее карту я думаю говорить не стоит это будет уже лишнее я все что увидела вам сказала теперь давайте откроем карту и и мужа значит карту я строила на 13 мая шестьдесят третьего года увидела у какого-то астролога так но я сама лично его дату рождения нигде не искала вот исключительно пользуюсь той датой которую увидела у человека который разбирал эту ситуацию ну смотрим да я вам обещала что челюсти по уроняете и так господин дня у этого мужчины янский огонь такой яркий заметный мужик а вот янский огонь этот сидит на драконе а дракон у нас пустоте то есть дворец брака дворец супружества дворец здоровья у него пустой а я вам девочки и мальчики всегда говорила о том что мужчины и женщины про женщины это черные вдовы тоже знаете вот так вот скажешь кто-то увидит в своей карте из каждого все я черный автобан все и быть мне счастливой слушайте но есть исключение каждый случай нужно смотреть индивидуально но вот если вы допустим принимаете решение выходить вам замуж за мужчину который вам сделал предложение вы смотрите на его карту рождения у него во дворце супружества пустота не выходите пожалуйста за него замуж потому что это мужчина синяя борода синяя борода мультик смотрели про синюю бороду это вдовец понимаете то есть это мужчина чьи жены уходят либо в лучшем случае другим мужчинам в худшем случае уходят из жизни то есть это один из показателей вдовства а то так вот прям быстро все случилось не только женился и бац через месяц уже вдовец синяя борода и дать не взять а да может быть даже придется присесть дядьки и посидеть подумать жизни своей нелегкой и почему я так говорю потому что у него в столпе месяца стоит змея а смея вместе с драконом это сети ада это один из показателей ну того что мужчина женится это стопудово но это один из показателей потери свободы то есть то что человек может оказаться в тюрьме а из-за чего из-за грабителя богатства то есть из каких соображений мужчина женится вот это для меня большой большой вопрос на который карта бадзе дает ответ грабитель богатства то есть этот мужчина грабит понимаете то есть у него корыстные цели это вот ну синяя борода вот прям вообще ну не хочется говорить что это там какой-нибудь альфонс который женится на женщинах чтобы завладеть их имуществом но такие выводы можно сделать по его карте ну по крайней мере вот как предположение ну да но мы никого ни в чем не обвиняем боже упаси да мы лишь так вот читаем карту читаем какие-то странные китайские закорлюки ну так вот грабитель богатства это еще и женщина у него да на втором месте в жизни то есть важны женщины ой пардонте извините что-то я уже начала ее меня не туда понесло богатство богатство и у меня ассоциация сразу что для мужчины богатство это жена нет грабитель богатство это конкурент конкурент конкуренты конкуренция конкуренция у него большая и да у него же смотрите еще этот как его скажите мне я скажу спец структура только не янский край получается а установление счастья да ну у него спец структура специальная карта так ну ладно слушайте я так заболталась так спешу вам все быстренько рассказать что вот бегу впереди паровоза давайте про символические звезды еще пару слов значит у него цветущий балдахин там где дворец брака то есть в столпе дня то есть это одиночество это один из признаков того что мужчина этот холостяк холостяк не надо за такого замуж выходить небесный доктор тут у него сети земли так в столпе месяца у него вознаграждение звезда воздаяния до демон грабежа ой грабитель богатства с демоном грабежа у вот эта комбинашка одинокая планета скиталец все эти земли опять же капкан почтовая лошадь путешественник яхтсмен и благородный человек благородным и так все ясно ну и наконец что у него в столпе года а в столпе года у него правильная власть это инская вода на кролике а сейчас год крысы ой попадет мужик под раздачу ой попадет вы же понимаете да что такое кролик и крыса наказание нелюбовью опала не цивилизованный разрыв отношений и когда вот человек может стать изгоем то есть его будут чмырить то есть его будут ненавидеть ну правда всего один год но тем не менее потом о нем просто все забудут значит что у нас здесь правильная власть но для него в принципе важно быть в браке да вот точнее не так важно быть официальным мужем и вот эта связка брачная дракон змея сети ада у него есть то есть он по-любому женится он кого-нибудь да за арканит но сам то он лишь видите грабитель богатства причем такой мощный грабитель там этот грабитель на самой высокой фазе стоит на этом как его на императорском светильнике это такой прям грабитель вообще ужас и это синяя борода жены мрут как мухи вот значит правильная власть на кролике это демон красной красоты ну соблазнитель до командное влияние инфлюенсор может чары своих навести вот обольстить какую-нибудь женщину и захапать ее в замуж ну и благородный человек тут же пристроился ну теперь смотрим такт удачи правильное богатство у жена пришла жена пришла правильное богатство значит инский металл на свинье так свинья усиливает кролика значит ну усиливает и крысу в том числе то есть и дерево и воду так чаще сейчас подождите и значит сам господин дня с инским металлом тоже уходят в воду а все это что власть это все власть а власть может как правильная быть так и седьмой убийца так но значит свинья у нас это еще сталкивается с змеей которая есть в карте а это какая-то авария какой-то инцидент какие здесь звездочки небесная благодать демон уничтожения красный луань о слушайте правильное богатство красный луань классика жанра свадьба жена и свадьба ну и благородный человек здесь же а год 2020 склонность к богатству то есть не надо было жениться на склонности к богатству такт хороший для женитьбы год выбран неправильный ну и сам дворец брака в пустоте то есть как бы ну вы поняли доход моих мыслей так значит гэнзы лунная добродитель командное влияние цветок персика вознаграждение красный луань тут понятно женился да но закончилось это плачевно потому что смотрите опять же здесь есть вот это отсекновение головы или травма головы но видимо у многих в этот период может быть травма головы потому что год гэнзы и август август месяц это дзя шень да то есть у всех эти элементы есть в карте и у некоторых это может проигрываться именно как проблемы с головой или его травмы травмы головы так в августе косая печать преступления вы поняли на преступление и звезда академика демон грабежа ну на почве грабежа на почве каких-то корыстных интересов все вот так вот девочки мальчики вот как работают карты бадзы вот если вы валентина не дурила глупостями не занималась по спортом вот этим да по многоразовому выходу замуж а занялась бы астрологией посмотрела бы свою карту своего избранника сказали не я слушаю дружище замуж не пойду давай так жить вот тогда может быть пронесло бы это не факт это не факт вот ну вот такая у меня фантазия на тему того что может быть если бы люди знали свои карты рождения изучали бы астрологию может быть были более счастливыми более удачливыми не знаю это фантазия пока что не подкрепленная реальностью пока что нам до такого уровня сознания осознанной жизни планирования своей жизни еще далеко как до киева на четвереньках на этой ноте я буду заканчивать это видео тема грустная тема печальная но я попыталась ее приводнести немножко так вот с юмором кто-то этого не поймет но вы поймите что юмор это защитная реакция очень знаете тяжело на темы смерти каких-то трагедий жизненных рассуждать вот таким вот трагичным тоном соболезнования какие-то выражать это никто не будет смотреть это никто не будет слушать так что вот эти комментарии свои оставьте при себе по поводу там юмора да что он тут не уместен и там какой-то мой смешок вам не понравился ну по-другому я преподносить информацию практически не умею вот либо принимайте как есть либо просто не смотрите смотрите каких-то других астрологов все на этом я заканчиваю эпопею вот надеюсь встретимся в следующем видео пока пока